Здравствуйте! Рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня поговорим о лечении можжевельников. В данном случае этот можжевельник сильно засыхал. Высота его была где-то полтора метра. Во-первых, укоротил его на 50%, убрал все ветки, видите, пообрезал и стал один просто стволик. Он вообще уже засыхал и была блеклая, вот такого цвета зелененького хвоя. Зелено-коричневого. Высадил я его в тень, полил и все стало хорошо. Что касаемо можжевельников, туй, как их реанимировать. Первое, на что нужно обращать внимание, на цвет хвои. К примеру, по хвойным. Елочки, можжевельники и так далее. Второе, нужно смотреть на тыльную сторону. Тыльную сторону хвоина. И во всех случаях у нас есть одно решение. Даже если вы ничего не увидели, не поняли и так далее. Первое, это или были поврежденные корни личинками майского жука, а значит проливается в июле и в начале мая раствором, к примеру, антихруща, а можно раствором октары. Далее, через какое-то время, там две недели, в этот же период, в мае и июль месяц, поливается удобрением, той же нитромофоской. И по хвою можно обработать смесью от всего. Это хорус плюс максим плюс актелик. Первое, на что нужно обратить, это на цвет хвои. Если, для сравнения, зеленый можжевельник и салатовый можжевельник, это один и тот же сорт. То есть у нас мы должны обращать внимание на свои растения. Если тускнеет, салатовеет, бледнеет хвоя у растения, значит есть какие-то проблемы. Первое, на что мы обращаем внимание, это на хвоинки. Поворачиваем и смотрим, что мы видим на внутренней стороне хвоинок. Белые точечки, если вам видно. Может не видно. Белые точечки. Белые точечки, это щитовка. Опрыскиванием невозможно ее убрать, как бы там ни писали в литературе. Самое эффективное и разовое, это пролив раствором октары. Из расчета 1 грамм октары на 1 литр воды. И поливаем с такого расчета, что 1 литр на 10 сантиметров высоты растения. Или одно ведро на метр высоты растения. Этого достаточно. Главное, чтобы вода не растеклась, а медленно прошла в корневую систему. Тогда он напитается, и все, кто его ест, высасывает сок, погибнет. И растение снова станет темно-зелененьким и прекрасно продолжит свой рост. Когда можно заниматься обработкой и проливанием можжевельником? В принципе, без разницы. Когда? Не нужно оставлять на когда-то. Сделайте сейчас. Даже если это уже октябрь, даже если это апрель или март, можно это сделать. Если у вас нет другого времени. Идеально, когда это делать? Май, июль. Тогда идеально можно с этим бороться. Если вы забыли или забудете, то делайте тогда, когда вы это вспомнили. К примеру, сейчас в октябре тоже можно полить раствором той же октары. И можжевельнику вы поможете, что поборете щитовку на нем. Если вы не уверены и не знаете, что это болезнь или это щитовка, или что, то, повторюсь, мы делаем такие действия. Проливаем октары под корень, а хвою брызгаем смесью хорус 3 грамма, максима 10-15 миллилитров и окталика 6 миллилитров. Разводим это все, растворяем в воде 5-6 литров воды объемом. И брызгаем, обрабатываем всю хвою. Это универсальное средство почти практически для всех хвойных, да и для всех растений декоративных. Желаю вам всего хорошего, счастья и удачи. С вами был Виталий Орех. Всего вам хорошего. До свидания.